Мы не ищем легких путей, доброе утро, час тридцать, если это можно назвать утром, и мы едем. Белка, Белка, я Кабан, поздравляю с прибытием в Крым. Вот так, все, мы в Крыму, сейчас доберемся до поселка Щелкино, это на мысе Казантим, и посмотрим что-то и покажем, может быть даже пощупаем что-то мегаинтересное. Что ж, друзья, наконец-таки мы добрались до Крыма, остановились мы в танце на эти крымские дачи, вот, если что, номер телефона, можете позвонить, там будет, я подкреплю сейчас, в маленьком окошечке будет видео. Место довольно-таки такое прикольненькое, такая чистая совдепия, если хотите погрузиться прямо вот в атмосферу пионерского лагеря. Разговор не об этом, находится все это в поселке Щелкино, куда мы добрались спустя примерно 9 часов выезда из дома. Вот, сейчас мы с вами пройдем к центральному пляжу, посмотрим достопримечательности данного города. В центр города мы не будем забираться, там, ну, скажем так, делать нечего, просто центр города и все. Много-много отдыхающих, невероятнейшее количество, поэтому я предлагаю повосхищаться не строениями города, а той природой, которая его окружает. Идем на пляж, идем в бухты, смотрим все самое интересное и подписываемся на наш канал. Вообще, когда приезжаешь в Щелкино, и мы приезжаем сюда, кстати, не первый раз, у тебя такое ощущение, что ты приехал в такую вот деревню у моря, вот она прям кайфовая такая. Здесь офигенный, я вот скажу даже офигенский климат, здесь не так жарко, здесь берег Азовского моря, которое прогревается гораздо сильнее, чем черное, соответственно, более комфортный отдых получается. Пляжи бомбовские, потому что как обилие, если в левую сторону от Щелкино отправится бухт, так же, если в правую сторону, в сторону заповедника мыса Казантип отправится, то просто обычные городские пляжи, и все они песчаные, с мелкого ракушечника, то есть, если вы едете с детьми, это бомбовское место для отдыха. И вот буквально, смотрите, я, ну сколько там, 5 минут, наверное, 3 минуты, как я вышел, передо мной же открывается вот такой вот вид. Сейчас мы подойдем на ротонду, и с нее уже должен открыться вид на сам центральный пляж. Посмотрим, что он из себя представляет, какие услуги он может предоставить, то есть, полный, нормальный обзор пляжа для хорошего, комфортного отдыха. Что ж, как я и говорил, доведя эту ротонду, она может послужить, так сказать, вот такой отравной точкой, между песчаными пляжами, которые находятся позади меня, и если брать по мне, то более бомбическими местами, отсюда начинаются бухты, их здесь огромное количество, просто завораживающий вид, это у меня аж голос начинает пропадать от всего этого увиденного, посмотрите, какая красота, то есть, если вы хотите уединиться на какой-то бухточке, провести время, это место именно для вас. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Представьте, только вот вы приехали на отдых, сняли номер и просыпаетесь вот с таким вот видом. Я думаю, с первого же дня отпуска залив в вас мега позитивной энергии бы, пошел бы полным ходом. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Добрав из-за такого пляжа с нормальным, обустроенным спуском, я решил закончить прогулку в левую часть поселка Щелкино и отправиться непосредственно на сам пляж. Поселка, который представляет из себя песочную гряду, уходящую далеко в горизонт и в природный заповедник мыс Казантип. Идем посмотрим, какой же себя представляет пляж Щелкино. Друзья, вот так вот спустившись по тропиночке, вот ротонды мы попадаем на центральный пляж поселка Щелкино. Как я и говорил, песок, ракушечник, изумительное дно, бомбическое просто. Вчера купались, все были в мега эмоциях. Теплая-теплая вода, классная, еще раз повторюсь, дно. Зайти-выйти вообще проблем не составляет. Пляжная полоса ничем не перегорожена, как у нас в городе хотя бы во многих местах. То есть, если даже это какие-то пансионаты, отели, без разницы, пляж везде общий, идешь, балдеешь, где хочешь там и ложишься, где хочешь там и наслаждаешься. И так, пройдя по состоянию от ротонды, я вышел до тропиночки. Входа, подошел, вернее, на вход на центральный пляж. Здесь есть куча услуг, парасейлинг и все остальное. Просто сейчас еще только 7 утра. Все равно посмотрите, сколько людей на данном пляже. Я, конечно, не буду идти до самого конца, но поверьте мне, вот эта вся прибрежная часть, это все огромный, один классный бомбический пляж. Поэтому я целиком и полностью рекомендую к посещению, особенно если вы едете с детьми в поселок Щелкино, если вы рассматриваете именно пляжный отдых, здесь вы его найдете от бюджетного до элитного. Вот, на этой прекрасной ноте я хочу с вами в этом видео попрощаться, но попрощаться до следующего. А в следующем видео вы уже увидите, что бы сказать-то такое. А в следующем видео вы увидите бухту космонавтов. Просто суперское место. До следующего видео. Субтитры сделал DimaTorzok